Самарские журналисты вернулись из пресс-тура в Мордовию. Республикой 17 лет руководил нынешний губернатор 63-го региона Николай Меркушкин. Поэтому представители СМИ смотрели не только на достопримечательности, а пытались понять, каких изменений ждать. В поездку отправились телевизионщики, газетчики и блогеры. Наш корреспондент Ольга Павловская все еще под впечатлением. Сравнивать Самару и Саранск не будем, бессмысленно. Эта поездка скорее возможность понять, чего ждать. Первая точка – Мордов-Цемент. Сейчас здесь работают 2100 сотрудников. Цеха расположена в разных районах Мордовии. Так бизнесмены не только обеспечивают местных жителей работой, но и развивают территории. В том числе и на их средства строятся спортивные и развлекательные объекты. Предприятие – одно из самых крупных налогоплательщиков республики. Далее прогулка по Саранску. Экскурсию журналистом проводит председатель правительства Мордовии Владимир Сушков. Делегация проходит в Национальный театр оперы и балета. В новом здании с 2011 года. Стоимость объекта – чуть более 1 миллиарда рублей. Это недорого, сразу отмечают представители власти. Большая часть материалов – местного производства. Из театра на площадь Тысячелетия знаменитый фонтан не работает. Вот и надложка дегтя, решают журналисты. Оказывается, плановая профилактика перед днем города. Его празднуют в июне. Оглядываемся по сторонам. Вокруг все новое и масштабное. Мы интересуемся, за чей счет годовой бюджет Саранска – всего 4,5-5 миллиардов рублей. Госдолг же Мордовии достиг уже 23,5 миллиардов. Казалось бы, огромная сумма. Пора бить тревогу. Но делать этого здесь почему-то не спешат. Вот он, госдолг. Вот он, вы его видите. Я говорю, одно дело, когда госдолг проеден, да, то есть деньги ушли в никуда, там использовали, я не знаю, на что. А другое дело, когда задел сделан на несколько поколений вперед. Весь мир живет в кредит. Весь мир в долг живет. Логично, здание никто не снесет, а, соответственно, поводов для переживаний у жителей Мордовии, собственно, нет. В кредит уже давно живет одна из развитых стран – Америка. Дискомфорта не испытывает. На следующий день делегация посещает спорт-объекты. Здесь сразу шок. Здесь хотя бы ледовые дворцы. Это болевая точка самарцев. В республике 8 арен. Они работают даже в селах. Все отлично и с водными видами спорта. Современнейший комплекс. Местные жихадаки вообще славятся по всему миру. Поколение чемпионов. Все началось в 95-м. Ирина Станкина завоевала золото в Швеции. После построили современный спорткомплекс. У нас дети часто занимаются тем, что модно. И, скажем так, у нас вели моду на здоровый образ жизни. До сих пор это поддерживается. На самом деле это здорово. Ну, конечно, не будь поддержки руководителей республики, наверное, ничего этого не было. Как бы, знаете, как говорится, желание желанием. Но если тебе никто не будет помогать, добиться чего-то очень сложно. Честно говоря, в какой-то момент экскурсии хотелось закрыть глаза. Это не зависть, это чувство обида. Оно постоянно возникало у многих участников этого пресс-тура. В голове крутился один и тот же вопрос. Почему у нас не так? Почему местные жители смотрят на чистые дороги, ухоженные скверы, как на данность? А мы, видимо, дикари, как на чудо. Я бываю подолгу работаю в разных городах. Сарамск у нас самый лучший. Со сколько лет преобразился? Ну, буквально лет 5-7. Уже последние 10 лет стройки, все приукрашено, все разукрашено, все красиво. Как добились этого? Что делать? Ну, у нас благодаря только Меркушкину все это добивалось. Все это и делалось. Как бы работали люди, рабочие, все работали. Еще 10 лет назад здесь все было по-другому. По-нашему, с откатами, с преступностью, с грязью. Главная победа руководителя республики — это, наверное, доверие людей. Им поверили, как бы пафосно ни звучало, они не подвели. Мордовский государственный университет с теми образования уделяется большое внимание. В 2010-м за ним официально закрепили статус Национальный исследовательский университет. Позвели технопарк, победили коррупцию, ОПГ даже в прошлом. При этом вопросы решали не только радикальными методами. Например, центральный рынок Саранска. Когда-то здесь процветал рэкет. За место под солнцем арендаторы отдавали наличку, как принято говорить, серьезным ребятам. Сейчас тише гладь. У нас бухгалтерия единая, она не двойная. Совершенно прозрачные расчеты с нами производят арендаторы. Через терминал оплаты аренды. Аренду платят единожды. И только приходят на счеты у АО «Центрального рынка» города Саранска. Много мыслей и много вопросов. Понятно, что еще не раз вернемся к теме Мордовии. Например, в 63-м регионе построят перинатальный центр. Полный аналог Саранскому. После поездки захотелось верить. Как сказал один из участников пресс-тура, надо либо способствовать, либо хотя бы не мешать. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Мордовия.